Всем привет! Я рада видеть вас у себя на канале. Если вы первый раз, не забудьте подписаться. Сегодня я хочу предложить вам связать такой теплый свитер с рукавом 3 четверти. Этот свитер вяжется очень просто. Я вязала свитер на размер XS. Вы можете набирать нужное количество петель на нужный размер. Главное, чтобы количество петель было кратно 6, так как в одном рапорте 6 петель. Это касается как туловища, так и рукавов. Я использовала пряжу Янард Элит в 100 граммах 300 метров. Вы можете использовать такую же пряжу или немного тоньше. И крючки номер 3, 3,5 и 4. Сначала вяжем туловище. Вяжем его снизу. Начинаем вязать туловище крючком 3,5. Первый ряд я делала не воздушными петлями, а наборным краем. Для того, чтобы вниз не было веревок. Ссылку на подробный мастер-класс, как делать такой наборной край, вы можете найти в описании под видео. Наборной край и резинку вяжем поворотными рядами. Для того, чтобы наша резинка шла вверх. Если вязать круговыми рядами, она может пойти не вверх, а немного вбок. Резинку я вязала небольшую, всего 2 ряда. Чередуем 1 рельефный лицевой столбик и 1 рельефный изнаночный столбик до конца ряда. Также я прикрепляю вам схему. Вы можете видеть ее у себя на экране. После резинки я вязала следующий ряд. Это ряд столбиков с накидом в каждую петельку. В конце этого ряда делаем соединительную петельку в первый столбик, который мы вязали. То есть это был столбик на подъем, поэтому это 3 петельки. Делаем соединительную петельку в верхнюю петлю. Теперь мы вяжем не поворотными рядами, а круговыми. По схеме мы видим, что второй ряд это ряд рельефных лицевых столбиков с накидом в каждую петлю ряда. Если рельефный столбик повернут в правую сторону, это столбик лицевой. А если столбик повернут в левую сторону, это изнаночный столбик. Лицевой вяжем сверху столбика, а изнаночный вяжем снизу столбика. Следующий ряд, третий. Вот он. Делаем 3 лицевых рельефных столбика, 3 изнаночных рельефных столбика. В начале каждого ряда делаем по 3 воздушные петли на подъем. То есть в начале ряда делаем 3 воздушные петли и 2 лицевых столбика. 3 изнаночных столбика, 3 лицевых столбика и так далее до конца ряда. Четвертый ряд мы повторяем так же само, как и прошлый ряд. И следующий ряд, это пятый. Вот он. Вяжем в каждую петельку по одному рельефному лицевому столбику. И далее наш узор повторяется. И таким образом вяжем до груди. Дальше для того, чтобы немного увеличить свитерок на груди, я брала крючок номер 4 и вязала индопройму. Далее приступаем к вязанию рукава. Принцип вязания такой же. Рукав я вязала крючком 3,5. Аналогично набираем наборной край столбиками на окружность локтя или запястья, если вы хотите длинный рукав. Количество столбиков должно быть кратно 6. Затем один ряд резинки. Вяжем так же поворотными рядами наборной край и резинку. Затем вяжем ряд столбиков с одним накидом. И в этом ряду соединяем в круг наш рукав и дальше вяжем круговыми рядами. Вяжем таким же узором, как и туловище. Довязываем до проймы. Обратите внимание, закончить рукава и туловище нужно на одном и том же ряду. Это ряд, который идет перед рядом лицевых столбиков. В нем мы чередуем 3 лицевых и 3 изнаночных столбика. Затем я надела на себя рукава и туловище. И отметила где начало и где конец проймы. Эти места мы будем сшивать. Вот, они у меня сшиты. Дальше считаем петли, которые остались, не включая те, которые вы отметили для проймы. Их количество должно быть кратно 6. То есть, вот эти вот, те, что мы должны соединить, мы не считаем. Считаем все остальные петли. Кратно 6 для того, чтобы у нас получился такой же узор и не было лишних петель. Если у вас не хватает немного петель или их слишком много, вы можете добавить их или убавить в следующем ряду, в котором будем вязать ряд рельефных лицевых столбиков. И далее вяжем по тому же узору крючком номер 4. Вяжем вместе с рукавами до плечей. И далее делаем резинку, такую же, как и внизу на туловище и на рукавах. Один рельефный лицевой столбик и один рельефный изнаночный столбик. Для того, чтобы резинка наша заужалась, я тоже использовала разные крючки. Первые два ряда резинки я связала тем же крючком номер 4, который мы вязали. Дальше я использовала крючок 3,5, следующие два ряда. И последние два ряда резинки я вязала крючком номер 3. И таким образом она насузилась. Я надеюсь, вам понравилось мое видео и было все понятно. Я желаю всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!